привет сегодня у нас на обзоре дорого и дерзко очень дерзко потому что на обзоре mercedes g63 двадцать третьего года новый в комплектации мануфактуры ребята в этом видео мы поговорим какие гелики сейчас доступны с завода новые в двадцать третьем году двадцать четвертом и пока не кончится третье поколение что вообще можно выбрать какие технические вариации мы поговорим про комплектации геликов может быть стоит прикупить edition или что-то эксклюзивное в комплектации мануфактур обсудим также мы обсудим страны из которых наиболее доступная цена на новые на был по логистике какая страна более удобная чтобы не ждать полгода своего гелика откуда-то тоже поговорим про это ну и самое главное мы поговорим про цены потому что на дворе у нас середина 23 года доллар точнее рубль вниз доллар вверх и сейчас цены вообще просто переписываются каждый поэтому поговорим про цены на новые гелики не только g63 а еще и дизельные и обычные бензиновые g500 поехали итак друзья какие гелики вы можете себе купить в двадцать третьем году если вы хотите новый гелендваген у нас понятно максимальная версия но начнем с базовой и наверное самый доступный это конечно же дизеля которые идут на ом 656 у которого есть две версии 350d это двести восемьдесят шесть сил девятиступенчатый автомат ну соответственно полный привод и также есть версия на этом же моторе ом 656 на 330 сил и они называются 400d это самые доступные гельмфагены их можно найти хотя про страны мы поговорим попозже потому что есть интересный моментик где можно от рынка купить ниже там на сейчас там 2-4 миллиона рублей но об этом позже и ну наверно самый желанный и самый популярный вариант это конечно же бензиновые версии их 2 то есть в обоих версиях это четырехлитровые моторы но в первой версии более гражданской это m176 там 422 силы тот же самый девятиступенчатый автоматом полный привод 422 силы все-таки тебя быстро везут но не так как g63 g63 идет на m177 585 сил девятиступенчатый автомат полный привод ну как бы по техничке все то есть у вас два варианта либо вы берете дизель базовый либо чуть побыстрее на 330 сил в бензине у вас тоже два варианта развития событий либо гражданские 422 силы и даже на эти силы поставить выхлоп повесить g63 и 95 процентов людей автомобилистов они не поймут что у вас на самом деле четырехсотый они 63 гелик ну и самый топ самый желанный гелик среди у хозяина данного детейлинга синдиката у него гелендваген правда второго поколения ну и вы думаете какая его реакция когда он видел увидел этот гелик он ходил и так посмотрел и сюда ну вот так вот это ай-ай матом и прочее в общем самая желанная версия это конечно же g63 и если человеку нравится вот этот квадрат который научился ехать конечно же он мечтает от g63 но про цены и про желание реальность доступность подобных квадратов мы поговорим чуть-чуть попозже окей в 2019 году мерседес ввели индивидуализацию своих автомобилей и назвали мануфактур то есть эта комплектация где человек заказчик покупатель автомобилист может им индивидуализировать своего будущего гелендвагена то есть собрать себе из 23 оттенков у вас будет интересно выглядеть кузов у вас будет интересная отделка салона в однотонном цвете в двух цветах разные строчки и прочее прочее разные материалы по салону и вы можете получить автомобиль более индивидуализированы то есть ни в коем случае техничка не трогается ничего не меняется там тормоза там и прочее вообще это не относится мануфактур это просто про внешне про интерьер и экстерьер в данном случае у нас цвет хаки мне очень нравится мне вообще очень нравится эти цвета и у меня там вот сейчас в одежде ну вот я прям люблю это все началось с походов с каких-то трекингов то есть у меня там коричневая одежда вся таких вот зеленых цветов то есть связанных с природой мне очень нравится поэтому именно вот этот свет прям я на него смотрю и вот прям глаза радуются но также если вы смотрите этот обзор то вероятнее всего вы уже гелендваген и эти смотрели и принципе знаете цветовые гаммы которые представлены в g63 мне еще очень нравится цвет у него голубой кузов то есть представьте вот это все коричнево она в голубом цвете черные фандера черные колеса черная крыша черные бампера вообще просто я одного видел в городе владивостоке у нас я к сожалению потому что мануфактур кстати говоря есть и в дизелях поэтому это не только про g63 и этот гелик по владивосток уехал вообще у нас также катается розовый на нем ездит девушка эффектная блондинка и ей очень идет розовый гелик матовый окей давайте посмотрим как вообще он выглядит с разных сторон нас вот здесь черная крыша у нас все уши все у нас здесь матовая кроме лэп mercedes ручки кузов фендера здесь есть полоска глянцевая так какие идем сзади здесь g63 у нас также сделано но в общем ребята дизайнеры стилисты в мануфактуре они прям красавчики о вкус прям имеют но ребята детейлеры здесь в синдикате они увидели эх вот эти бы части бы сделать глянцевыми и по-другому бы смотрелась тачка то есть уже включается вот этот профессиональный у них подход тоже мат гляньте извиняюсь колпак весь ну что очень очень эффектно и сейчас вот в предложениях на досках объявлений продается один такой гелик тоже новый в москве в таком цвете мануфактур соответственно 23 года новый и это будет второй гелик вот из всех предложений которые сейчас есть на досках объявлений всем в комплектации мануфактур g63 они покупаются в первую очередь здесь вопрос цен он уже не стоит потому что мы чуть позже обсудим цены там просто вау там волосы вообще лезут наверх то есть когда ты давно не заходил на доски объявлений смотрел сколько стоит там сейчас разные автомобили особенно вот такие вот харизматичные ты просто смотришь на эти цены реально так это же недавно стоило там на 10 миллионов дешевле а сейчас вот так вот такие реалии итак салон по салону у нас здесь как бы такая темно-коричневая кожа здесь нету исполнения в каких-то разных цветах и прочее у нас здесь элементы карбона у нас здесь алюминий руль у нас сделан под карбон и алькантара на руле то есть для более такого хвата комфортного чем отличается салон ничем но только материалами здесь у нас надпись g-мануфактур в принципе все потолок соответственно алькантара не панорама здесь нас машина встречает приветствие на корейском языке потому что машина приехала скорее сейчас мы обсудим где их нужно покупать ну что новая машина новый гелик у нас здесь пробег 17 километров машина новая куплена в салоне мы особенно в регионах москва понятно то есть у тебя есть разные центры когда ты приходишь у тебя стоят новые porsche rolls и гелики и вот все что в принципе продая продавалась она также и продается просто как бы не официалов а как бы у ребят которые занимаются перепродажей машин возит их из разных стран и автомобили новые и даже предлагают обслуживание гарантийное обслуживание на данные автомобили у нас же на дальнем востоке владивосток хабаровск данные автомобили они продаются в основном частниками и как бы нету такого что ты приходишь в салон и у тебя тебя встречает гелик такой гелик такой там какой-нибудь стоит гле 63 там все новое там к сожалению все это закончилось у нас на дальнем востоке точно вот поэтому запах новой машины насладиться потому что новые мерседесы все-таки сейчас это действительно роскошь окей я думаю пора перейти к ценам ребята тачка стоит ну просто килограммы денег но мне нравится вот это решение то есть у тебя вот здесь везде мат наклеечки аккуратненько ровненько ну то есть везде здесь алюминий карбон кожа о боже как это красиво и тактильно ты вот это вот алькантара вот здесь резиночка такая прям и вот это то есть ничего не имеется 23 год и вот как бы что в уазике что вот здесь но фишка до которая раньше была наверное как бы ну как бы простым решением дешевым надежным чтобы двери вообще не было никаких вопросов она не разбатывая потому что это все-таки история с 1979 года эта машина стала гражданской до этого она была военной и вот это решение я думаю но вот как идет с первого поколения то есть сделано для надежности так она и осталась но просто выглядит немножечко реально ну просто металлическая деталь ничем не покрашена ну вот просто вот как вот токарь там не знаю вытащил эту деталь там получилось ее отштамповали прикрутили готово и фирменный звук который интересно будет ли вам четвертом поколении то есть и здесь ну как бы как бы доводчики надо ставить не кстати напишите видели ли вы гелик на доводчик это стала фишка и надеюсь четвертом поколении этот стиль это особенность геликов не пропадет потому что ну только есть уазик и когда все стремятся там доводчики чтобы это все было мягко эта тачка про брутальность ребят хочу с вами поделиться опытом 63 какие он ощущения дает и вообще стоит ли покупать себе максимальную версию технического turbo вот эти вот 500 сил и прочее надо ли это у нас на продаже был гле 63 с купе у него уже старый мотор это м 157 это 5 5 585 сил на автомате эта машина когда я за нее садился она абсолютно не про рациональность расход по 30 литров когда ты включаешь спорт плюс там ну бензин просто можно в принципе когда ты держишь газ пол и едешь с аэропорта в принципе увидеть как у тебя падает стрелку то есть расход по тридцатку это тачка жесткая она даже в обычном режиме она всегда рвет ну то есть на ней невозможно ездить спокойно она тебя всегда провоцирует включить спорт плюс потому что у тебя начинает работать выхлоп по-другому и самое что мне больше всего понравишься от 3 серии это звук выхлопа он был штатный то есть это никакие даже доработки прострелы вот этот звук обороты то есть когда ты оттормаживаешься он завышает обороты но вот работа как бы амг 63 серии то есть она что здесь примерно похоже но здесь уже новый мотор м 177 до 4 литров там 55 про рациональность ее нет там просто у тебя бегут мурашки когда ты слышишь как эта тачка работает когда у тебя включен спорт плюс стоит ли брать ее ради этого она в принципе про это только про эмоции если вернуться к проблемам геликов то наверное там гелиководы сразу же скажут то что это песко струй и то что автомобиля это там лобовуха там несколько раз меняется за срок жизни там все вот здесь песко струи вот здесь надо перекрашивать сейчас решение какое это полиуретановая пленка кстати говоря у нас в владеостоке заклеить гелика полностью в полиуретан качественные китайские некоторые не будет желтеть будет стоить примерно там 550-600 тысяч рублей в данном случае да у нас мануфактур он матовый и клеить его нужно матовым полиуретаном и он изменит немножко цвет но не критично то есть у вас все равно останется вот это сочный там коричневый голубой там какой вы берите цвет купите себе его у вас . останется в том же цвете от песко струя вы защищены и даже возможно вам никогда не придется за период владения этим автомобилем поменять себе лобоуху потому что у вас полиуретан он защищает вас от там ну там вот таких камешков . быстро едет быстро камень летит тоже быстро и вот они соприкасаются и равно у тебя скол трещины там ну то есть в общем лобоух под замену полиуретан решает эти вопросы но здесь угол вот такой решит ли полиуретановая пленка абсолютно все риски по поводу камней лобоуху не знаю ребята из синдиката где мы вот снимаем вот здесь вот у них ремонт они расширяются могут вам сделать ваш любой автомобиль гелика бэху прадика и даже фита и вообще любую другую машину заклеить ее пленкой полирнуть что-то там сделать по салону вам поставить какие-то перекрасить тюнинговые детали там и прочее 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 вот поэтому если вы покупаете через нас машину обращайтесь мы ее уже ваш город можем отправить подготовленной сам здесь все делаю и сам слушаю их идеи как сделать машину более интереснее по визуалу сделать антихром перекрасить детали уши сделать черными крышу заклеить черной пленкой и реально машина становится обращайтесь была бы моя тачка ездила бы только в таких теплых цветах цены на данный автомобиль смотрите сейчас гелики третьего поколения 20 21 год то есть такие бы ушечки там пробег до 20000 они начинаются там в районе 180 тысяч долларов то есть там сейчас по текущему курсу там вчера вообще у нас я не знаю когда вы смотрите это видео но вчера пиковый курс рубль доллару был 101 рубль за 1 доллар о майга данный автомобиль начинается от 17 миллионов рублей когда в конце двадцать второго года данные автомобили можно было купить за там 11 за 12 но вот сейчас это плюс 5 я вам обещал рассказать как данные автомобили купить дешевле кстати говоря 17 миллионов это за шестьдесят третью серию дизеля смотрите в корее их почему-то нету но они есть в японии на правом руле и если у вас полностью затонированный гелик то у вас потоки никто не видишь что у вас праворульный гелик и у нас в аудиостоке это норма к ребятам синдикат приезжал черный гелик на 3-х литровом дизеле что-то там полировку делал и прочее в общем делал детейлинг услуги тачка та же самая салон все русификация все встает все окей работает данные автомобили стоят на 2-4 миллиона дешевле нежели такие же дизельные гелики 350d там 400d которые на левом руле которые везут из европы в японии ты реально на 2-4 миллиона можно дешевле единственно у тебя будет руль справа так как эта тачка она про понты ну как бы не будем скрывать вот потому что рациональности владения данным автомобилем его маловато но как бы мы все люди и там каждый выражается по-своему кто-то через гелик абсолютно не порицаю респект у тебя руль конечно же забирает то есть ты приезжаешь на встречу с пацанами и выходишь справа из автомобиля выну что у тебя праворульный гелик из японии и как бы наверно в западной части что братан ты купил себе праворульный гелик ну и как бы все его вот эти вот антураж вот этот весь он конечно падает вниз но знайте и принимайте решение если вам пофигу на то что скажут ваши ребята вот такие гелики в матовый мануфактуры дизельные моторы с пробегами там 10 15 20 то есть там есть экземпляры у них состояние новых авто можно купить японию и это будет дешевле нежели с европы нежели купить в россии уже что-то привезенное либо уже бега на новые машины вот такие мануфактуры 23 год новые можно заказать кстати говоря есть опция заказать автомобиль в том цвете который вам нравится голубой который я вам рассказывал белый на черном там вот вот эти вот все вот цвета можно заказать вы подождете производства данного автомобиля пока его из германии привезут а в ту страну которая будет произведен заказ и вы заберете машину с индивидуальными с индивидуальными вашими пожеланиями комплектация мануфактур стоимость в районе двухста тридцати тысяч долларов на данный момент то есть умножайте на курс то есть на данный момент это примерно там двадцать три пятьсот стоит вообще старт опять же если есть в наличии машины стоят дороже ну вот допустим вот такая версия стоит наличие и и дилеры так как все равно сейчас на данные автомобили очень большой спрос и как-то вот увидеть в наличии тот цвет там матовый коричневый какой-нибудь там другой мат розовый так вообще навряд ли либо он будет стоять но он будет продаваться по более повышенному прайсу и придется за данный гелика дать больше деньжат нежели его заказать будет и ожидание там два-три месяца только производства еще плюс на логистику но это там жалкий месяц какой-то по сравнению с производством реально жалкий 230 тысяч долларов 23 с половиной миллиона рублей самый старший час за g63 за комплектацию мануфаген и бэху 7 смотрели 23 года нет я там говорил то что южная корея предлагает самые доступные цены на новые бмв и в мерседесе то же самое вот именно какой-то топовый сегмент 63 серия джелесы какие-то топовые ешки эски и прочее они в корее стоят дешевле чтобы ушные варианты что новые то есть и там есть у нас опция то что мы можем заказать хотя когда салон узнают то что автомобиль готовится к отправке в россию они отказывают в его продаже поэтому небольшие танцы с бубном и все таки автомобиль покупается и отправляется из южной кореи в россию потому что корейцы хотят соблюдать связанные с мерседесом хотят соблюдать санкции и не выделяться перед мировым сообществом что они продолжают продавать автомобили овер дорогие на россию поэтому мы можем мы оформляем и мы привозим такие автомобили вторая страна по доступности подобных автомобилей больше разнообразия и если вы ищете какой-то эксклюзив опять же по цвету это конечно же будет германия но цены на несколько там миллионов там на полтора на два на три миллиона могут быть выше нежели с южной кореи мы можем привести и оттуда и оттуда машины заходят через разные страны обходится любые вот эти вот сейчас выстроенные искусственные санкции чтобы топовые машины напоминаю в европе действует санкционный пакет который запрещает странам европы отправлять автомобили в россию напрямую свыше 1 и 9 объем двс гибрид электрокары данные автомобили нужно завозить через другие страны в общем танцы с бубном эти машины стоят здесь и новые продаются есть еще гелендвагены в арабских эмиратах и в сша но цены выше дизелей нету они все равно попадают оттуда либо через германию либо через америку поэтому это я про эмираты говорю не выгодно либо корея либо германия это две страны откуда стоит себе присмотреть гильдваги на левом руле но если вы решитесь на правый руль это будет япония еще и по цене интереснее разнообразие дизелей 350d 400d разнообразие по цветам мануфактура либо edition версия есть все каждый день торгуются такие персики практические в состоянии нового авто начались ребята какой бюджет за этот гелик как вы думаете лучше сядьте если вы стоите 31 миллион рублей по текущему курсу сейчас середина августа 23 года такие реалии с во когда эти автомобили стоили в районе 18 тире там 24 миллиона там это даже конец 22 года весна 23 года поэтому курсы корректируют конечно стоимость и чем интереснее гелик по цвету по всяким решениям по салону и прочее соответственно его состояние новые тем цена в гору ребята с в о и вот вот это все ушли дилеры и прочие автомобили еду с разных стран плюс повышение утилизационного сбора это все влияет на цену в нынешнее время сейчас принципе без разницы сколько у тебя стоит гильдваген потому что заходишь на доски объявлений включаешь g-версию ну соответственно у тебя в топе будет это g63 23 год новые то есть эти машины стоят там самый дешевый сейчас продающийся 26 миллионов то есть и там сам дорогое 42 миллиона рублей тоже новые там бело-черный ну в общем в нем ничего такого нету он ни в ком тюнинге просто такая цена и я думаю в будущем все только будет дорожать потому что все равно там утиль сбор какие-то новые всякие приколы чтобы желающих привести такие автомобили себе без разницы это будет aqua fit это будет у тебя гелик это будет корвет бэха без разницы заплатил тебе сбор заплате пошлину и ты катаешься на данном автомобиле ты смотришь статистику ввоза автомобилей в россию такое реально ну я думаю в просто в министерствах связанных с автомобилями смотрят стоит очередь за тачками они готовы вести давайте повысим поэтому это все влияет на стоимость подобных автомобилей ребят в общем можем привести абсолютно любые автомобили даже вот такого крутого сегмента с разных стран и наши менеджеры вам посчитают автомобиль и скажут с какой страны нужно его покупать какие варианты есть по комплектациям индивидуальный заказ какой-то наши ребята в этом специалисты и это ограничивается не только южной кореи это может быть германия это могут быть эмираты там может быть сша есть авиадоставка есть доставка контейнерами разные варианты разные варианты по стоимости обращайтесь подскажем как покупать вот такие пушки оптимально быстро и недорого недорого 31 миллион ребята ну что ж до ваши комментарии куда потратить 31 миллион давайте поговорим о том о нецелесообразности покупки данных автомобилей что всегда есть куда эти деньги потратить в недвижимость в благотворительность там в бизнес и прочее 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 но факт остается фактом данные тачки покупаются и очень популярны что вторичка что новые и заказываются завода кстати говоря за 2015-23 год в россии было продано 10000 экземпляров g-класса а за двадцать третий год во всем мире россии соответственно нету потому что мерседес ушел во всем мире было продано 11000 автомобилей то есть в россии эта машина после того как ты уже попробовал 200 попробовал lx а тебе нужно попробовать g-версию и желательно конечно же на топовом моторе на 4 литровом 585 сил ребят встречаемся внизу поставьте лайк коментарий подпишитесь на канал пока а и 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 Компания «Сфера Гар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.